В феврале этого года руководитель отдела образования Кустанайского района Маржан Салмагамбетова подписала приказ об увольнении директора Владимировской средней школы после драки двух школьниц. Сделано всё было как положено. Созвана согласительная комиссия, подготовлены документы. Да и у директора уже имелось взыскание. Строгий выговор. В итоге мужчина остался без работы. Мириться с увольнением он не стал и обратился в суд. Решением Кустанайского районного суда 24 июня 2019 года отменены и признаны незаконными. В судебной коллегии по гражданским делам Кустанайского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменений. 10 сентября взысканы с ГУ отдела образования Акимата Кустанайского района в пользу Мушкудьяни. Заработная плата за время вынужденного прогула в размере 140 712 тенге. Директора школы восстановили, а также возместили ему моральный ущерб 250 тысяч тенге. Кроме этого с отдела образования взыскали судебные издержки. И по итогу исполнительный орган обеднел почти на 500 тысяч тенге. Члены Совета по этике рассматривали дело сегодня, после решения суда. И в первую очередь их заинтересовали денежный ущерб государству, который нанесло руководство отдела образования. И также урон имиджу госслужбы. Но Маржан Салмагомбетова, прежде чем рассказать свою точку зрения, вспомнила, сколько лет отдала работе. Я 16-й годом в Кусанайском районе. Простите меня, просто я уже более 27 лет работаю. Я, собственно, услужил общепедагогический стаж у меня больше 36 лет. Я хотела, если мне очень неудобно, извините меня, пожалуйста, и неприятно находиться. Во время ее выступления оказалось, что с сентября этого года 9 директоров школ получили замечания и еще двое выговоры. Если исходить из ее слов, то за те же самые драки, ссоры и так далее школьников были в лучшем случае одежды замечания, ни выговора, ничего иного не было. Сейчас он сказал, что выговоры. Это наверняка муж кудяне принадлежали. Самого директора школы на заседании не было. Но, как пояснил один из членов Совета по этике, мужчина не имеет претензий к своему начальнику. Однако многие участники Совета посчитали, что на него оказывается давление со стороны руководства. Отсюда и отсутствие претензий. Человек допустил не только незаконное, но и урон имиджу госслужбы. Так же ведь? Поэтому однозначно считать подобный проступок незначительным и ограничиться замечанием, выговором или строгим выговором, я считаю, мы не можем. Так же ведь? В то же время это не тот вопрос, который, я считаю, кардинально надо ставить. Участники заседания не сразу пришли к единому решению, поскольку часть настаивала на увольнении женщины с должности руководителя отдела образования за столь явные нарушения. Но во внимание были взяты стаж работы Салмагомбетовой, а также то, что до пенсии женщине осталось полтора года. В итоге – неполное служебное соответствие.